Издательство «Эксмо». Елена Березовская. Здравствуй, малыш. Как прожить четвёртый триместр без забот и волнений? Введение. Всем доброго здоровья. Как же я рада приветствовать вас при прослушивании моей новой книги. Я давно хотела написать книгу о послеродовом периоде и грудном вскармливании. Знаете почему? Потому что вижу, как много женщин, ставших мамами, особенно впервые, сталкиваются со множественными проблемами и вопросами, начиная от восстановления послеродов, времени для отдыха, нормального питания, психоэмоциональных перестроек и заканчивая заботой о малыше, его кормлением и воспитанием. В последнее время многие люди стали уделять больше внимания теме подготовки к беременности. Нередко такая подготовка превращается в изнурительные походы по врачам, лабораториям, аптекам. Именно поэтому ранее мною была написана книга о планировании беременности, которая вышла в издательстве «Эксмо» в 2020 году под названием «Когда ты будешь готова. Как спокойно спланировать беременность и настроиться на осознанное материнство», которое помогает разобраться, что важно, а что нет в процессе подготовки к беременности. Наконец-то женщина беременеет. И впереди 9 месяцев, опять же, хождений по врачам, лабораториям и нередко аптекам. С одной стороны, беременность — не болезнь. С другой стороны, отсутствие опыта вынашивания беременностей и родов приводит к необоснованным страхам, переживаниям за будущего ребёнка. Коммерциализация медицины усугубляет эти переживания банальным выкачиванием денег. Чтобы не попасть в порочный круг запугивания, необоснованных обследований и лечения, чтобы понимать, что есть норма при беременности, а когда можно говорить об осложнениях, я бы посоветовала вам обратиться к одной из моих книг, которая называется «Девять месяцев счастья». И вот настаёт этот долгожданный момент — рождение ребёнка. Роды — не всегда приятный, лёгкий и кратковременный процесс. Часто я акцентирую внимание, что роды — это не только появление ребёнка, но и рождение женщины как матери. Хотя роды длятся в среднем сутки, это испытание для организма женщины не меньше, чем сама беременность. А дальше идёт выписка из роддома. В разных странах она происходит по прошествии разного промежутка времени, но обычно в течение одних трёх суток, реже через неделю. И остаётся женщина с ребёнком одна. На несколько недель, а то и месяцев. Имеется в виду, конечно, не физически одна, потому что чаще всего рядом с ней есть муж, помощники в виде родителей, подруг, сестёр и нянь, а одна — без присмотра врача или медсестры. Казалось бы, роли поменялись. Беременная стала мамой. Новые заботы и обязанности. Но сколько женщин знает, как должен протекать послеродовой период? Когда восстанавливаются менструальные циклы? Какой вид контрацепции можно использовать при грудном вскармливании? Если к беременности готовятся тщательно, если саму беременность наблюдают тщательно, то после родов уже нет ни частых визитов к врачу, ни регулярной издачи анализов, ни поддержки других женщин, особенно тех, с которыми будущая роженица встречалась во время беременности. Многие из них заняты своими младенцами. А ведь послеродовой период — это почти год жизни женщины и ребёнка. Существует множество курсов и школ по беременности, подготовки к родам и даже по грудному вскармливанию. Однако забота о самой женщине остаётся где-то в стороне. Ты же мать! Значит ли это, что всё своё должно быть упрятано подальше? Значит ли это, что ребёнок должен стать солнцем, вокруг которого будут вертеться все члены семьи и его мама в первую очередь? «Ты плохая мать! Ты не думаешь о ребёнке!» Как боятся многие женщины услышать такой упрёк, особенно если у них ничего не получается с налаживанием грудного вскармливания, и они пытаются кормить формулой, а не собственным молоком. Такой же укор слышат женщины, которые не кутают своих детей в многочисленные ярусы пелёнок и одёжек, позволяют детям садиться на холодный пол и бегать босиком. Всё, что не вписывается в старые мифы и догмы, о том, что женщина должна или не должна после родов, как и во время беременности тоже, сопровождается упрёками и осуждениями, нередко со стороны очень близких людей. Поэтому неважно, сколько курсов прошла женщина, как много литературы перечитала, видео и фильмов пересмотрела, не имея опыта после родового периода, она так или иначе столкнётся с трудностями, которые не всегда положительно сказываются на её физическом здоровье, и особенно хрупкой после родов психики. Поэтому пришло время рассказать вам о том, каким может быть послеродовой период, что мы, врачи, принимаем за норму после родов, а что считаем осложнениями. Мы рассмотрим с вами женское здоровье через призму этого непростого периода, а также затронем тему процесса выработки грудного молока и становления грудного вскармливания. Мы увидим в женщине не только мать новорождённого, но и её саму, а также, возможно, мать других детей, жену и члена общества, работающего и зарабатывающего себе и своей семье на жизнь. Именно такой полноценный взгляд на послеродовой период поможет вам избежать многих проблем, обрести гармонию в новой жизни как матери, построить здоровые отношения со всеми членами семьи и получить поддержку и понимание тех, кто окажется рядом с вами.